Так, ну что, всем привет, вы на канале CryptoCommons, и вот наконец-то получается у меня сделать обзор. Ну давайте посмотрим, что тут. Пока у меня не было пару дней с вами на рынке, уже паника началась. И на самом деле мы очень хорошо отскочили вот здесь от нижней границы сетки на дневном таймфрейме. Соответственно, что здесь сказать? Понятно, что это все смотрит в коррекцию, особенно по битку, да? Но возможно, что сейчас этот отскок продлится еще чуть больше, мы нарисуем некую двойную вершину, и потом только уйдем в более затяжную коррекцию где-нибудь в феврале. И после этого только попрем наверх, уже опять не безоткатно, конечно, но с какими-то вот такими делами. И это на самом деле наиболее сейчас вероятный сценарий, потому что, ну смотрите, во-первых, криптовесна, она есть криптовесна, да? В марте весь может быть настоящий альтезон и все остальное. Во-вторых, надо вытрясти здесь лонгистов. В-третьих, посмотрите все-таки, какая была свеча объемов, вот эта красная, недвусмысленная. И RSI у нас перегрета, и все такое. Но для этого надо глянуть еще на недельный таймфреймец и посмотреть, что там. Вот, и на недельном таймфрейме это выглядит еще более очевидным. Здесь, правда, свечи объемов нет, которую я выделил. Видите, здесь вообще все свечи зеленые еще. Но некую передышку мы можем все-таки увидеть. Можем, конечно, сейчас и сразу рухнуть, но в целом я не думаю, что мы на недельном таймфрейме опустимся ниже вот этой сетки. А у нее сейчас граница это, ну вот, она сейчас от 15 до 22 тысяч долларов. То есть где-то, ну, 20 тысяч долларов в теории мы можем еще зацепить разок и потом полететь. Но я не думаю, что мы будем долго флетить или падать сильно вниз, как многие ждут сейчас. Потому что, ну, вы же понимаете, настроение толпы это то, против чего мы должны с вами играть. Почитайте комментарии в ютубе, особенно не под моим каналом, а под Муном, например, или под другими, где все пишут, что типа тут за дно, вы что, все, типа продавайте битки, это все скам, вспомните 2018 и вот так далее. Ну, люди просто не понимают циклы. То есть они думают, что вот это вот, это типа двойная вершина и, грубо говоря, вот, то есть все то же самое будет. Но это же, мы же понимаем с вами, что это не так. Мы понимаем с вами, что вот это вот, это будет где там 2013 год. Вот даже не видно. Вот, что это вот, это будет вот это вот. Понимаете? Это же логично. Вон, там тоже был огромный пик, помните? Вот, тоже был огромный пик. Никто не верил. Потом мы что сделали? Бахнули на 100 иксов. Ну, от пика от того на 20 иксов. Сейчас мы что делаем? Опять бахаем, хрен знает куда. Поэтому тут отдаляйтесь почаще. Смотрите график логарифмический. Помните, что мы идем по модели Stock to Flow. Потому что мы прекрасно следуем нашему сценарию. Вот, индикатор BMBands показывает нам коридор по Stock to Flow, в котором мы четко сейчас находимся в середине коридора. Но помните, что в логарифме вот эта нижняя часть и верхняя часть коридора, это не равно 1 к 1. Это равно тут 1 к 10 скорее. Потому что если вы отключите логарифм, то вот что вы увидите. Вон у нас еще какой простор. Поэтому еще раз говорю, не говорю, что не будет коррекции. Конечно же будут, но они будут более короткие, чем в медвежьем рынке. И в целом мы летим куда-то очень высоко. Вот. Но если посмотреть новости бычей, GlassNote говорит нам, инвесторы массово выводят биткоины с централизованных бирж. Вот. За прошлый месяц с ликвидных кошельков выведено 270 тысяч BTC. И это не какой-то желтый вброс. Это реально данные ончейн аналитики. Вот мы видим, что здесь из этого графика, что вот, когда вот такая красная хрень происходила, вот здесь было последний раз, даже меньше обомьем, биткоин улетал в космос. А когда здесь зеленая хрень происходила вниз, то биткоин начинал падать. То есть это как бы отток ликвидности красная хрень сейчас происходит, а зеленый это приток ликвидности. Вот что. Поэтому да, когда биткоины начнут на бирже заливать или на дексах сливать, это будет уже гораздо выше, чем сейчас. Ну в общем мы с вами все это понимаем. Сейчас в краткосроке, я не говорю что лонг, в краткосроке вполне возможно, что шорт по битку-то уж точно, как минимум хеджевый. Но не от текущих опять же значений, потому что смотрите, сейчас все зашортили дно. Их сейчас пойдут сквизить. На часовик приближаемся и смотрим, что здесь происходит. Вот, посмотрите. Вот у нас была локальная вершина, 42. Потом вторая дабл вершина, 40. При этом мы уже падали до 30, и после второй вершины упали до 28. То есть что здесь происходит? Вы же понимаете, что вот здесь, когда мы начали падать, здесь все зашортили. Ну продали, испугались. Продать без плеча это тоже зашортить. Просто сидеть в USDT это тоже шортить. Здесь их стопов сняли, а самых маржинальщиков ликвиднули. Либо они сами испугались, закрылись шорт. Вот здесь что произошло? Здесь они снова зашортили. Я лично знаю, ребят в чате, вижу в комментариях, что шортили 28-30. Ну, как бы пипец. Сейчас мы их повезут, скорее всего, опять их ликвидировать. Но в какой-то момент все-таки, конечно же, дипанем еще ниже. Может быть и не в этот, я ничего не говорю. Может быть, это будет другой момент. Может быть, еще выше забросят, естественно. Судя по тому, что на альтах происходит. Сейчас мы о них поговорим. Поэтому смотрите, здесь я бы это вообще не торговал. Или торговал очень осторожно. И лучше переждать реальный момент. Понимаете, в чем фича? Если сейчас сильно дипанем куда-нибудь на 25-22, то там будет очевидный лонг, правильно? Если улетим сейчас в космос, то, кажется, слава богу, что там уже будет очевидный шорт опять в какой-то момент. Если шорт скальп, именно если краткосрочный трейд. Ну, а я, друзья, вам напоминаю, как всегда, что биржа FEMIX является уникальным совершенно местом, где можно торговать биткоинами и криптовалютами. Потому что здесь очень крутые плюшки, смотрите. Во-первых, здесь нулевые комиссии на торговлю на споте. Всеми вот этими монетами. Во-вторых, здесь очень офигительные торговли фьючерсами и деривативами, в том числе биткомы, фирм Тезисом, Polkadot, Link, Cardano, AlgoGrant, Litecoin, Uniswap, Compound, Bitcoin Cash, Wi-Fi и даже золотом. Вот. Очень удобный интерфейс, мобильное приложение, замечательная клиентская поддержка. Функция хеджирования, саб-аккаунты. Вы можете сделать несколько аккаунтов в одном своем аккаунте. Функция Bracket Orders, по которой у меня есть обзор. Сейчас он появится сверху. Обязательно посмотрите, потому что эта функция нереально крутая. Вы можете быть маркетмейкерами. Вот, вот тут она включается. Вы можете работать как маркетмейкер и зарабатывать внутри своей позиции. То есть вы можете держать лонг и при этом шортить. Короче, очень крутая тема, разберитесь. Ну и просто, на самом деле, отличная биржа. У них в чате Femex Russia проводятся еженедельные конкурсы, прогноз курса. В среду вы угадываете два варианта курса, а в пятницу получаете приз на торговый приз на свой счет, на Femex. Я уже сам лично два раза угадывал, и мне прилетал этот бонус. Так что, вот, рассмотрите диверс, потому что одним бинансом сыт не будешь. Байбит прекрасный, на нем мало монет. Там, на дудоксе тоже. Поэтому, вот, ознакомьтесь. Ссылка в описании. Биржа очень классная. А так, что, давайте по альтам пробежимся, потому что мы можем наблюдать с вами, что альты гораздо более уверенно сейчас держатся. Мы видим, что доминация падает, и не факт, конечно, что это не всего лишь коррекционная форма, и мы сейчас опять пойдем дальше выбивать хаи. Но мне в такой вариант слабо верится. Мне верится больше в вариант, что сейчас будет некий отскок доминации, может быть, до сетки, и потом мы пойдем выбивать лаи все-таки, потому что, ну, альт сезоном уже очень давно не пахло по-настоящему, и он напрашивается, тем более биток переписал исторический хай. И что мы здесь видим по альтам? Мы видим, что чейнлинг колбасит нереально. Чейнлинг сегодня дал 20% к битку, и к доллару тоже 16%, вот. Но смотрите, к доллару чейнлинг уже переписывает all-time high предыдущий, и идет уверенно наверх, что, конечно же, бычий знак по, ну, тренд это наш друг. Но к биткоину, но к биткоину мы видим, что на чейнлинге пузырь как надули, так и сдули, пока биткоин рос. И сейчас вот он снова пытается надуться, этот пузырь. Интересно будет посмотреть, не зафейлит ли он эту попытку. Если так, то да, чейнлинг, конечно же, покупка агрессивная. Сейчас вроде слышок пошел, что Grayscale скупают альты больше, в том числе чейнлинг, в том числе Basic Attention Token, кстати, и MANA, Decentraland, MANA, знаете, виртуальная реальность, это на блокчейне. Так что по ним тоже достаточно бычьи новости. Вот. Но сейчас смотреть их графики не будем. Ну, давайте бат быстро глянем, ладно. Ну, по бату, да, смотрите, он пошел. Собственно, по плану, который я рисовал вам несколько дней назад. И насчет этого вот что я вам хочу сказать. Смотрите. Прошел слышок, что MetaMask вполне возможно раздаст airdropом свои будущие токены. Так же, как делал Uniswap и так же, как делал OneInch. Смотрите, в чем тема. Кто не в курсе, Uniswap раздали всем по 300, по 400 токенов Uniswap. Сейчас есть слышок, что MetaMask делает то же самое, выпустит свои токены. У них здесь появилась функция Swap. То есть, они позволяют теперь менять внутри прямо MetaMask. Поэтому, собственно, что для этого нужно сделать? Смотрите. Во-первых, кому интересно, это да. Но для этого, грубо говоря, надо произвести хотя бы один обмен. Это не точно. Дисклеймер. Как бы не факт, что это будет, но вполне возможно. То есть, если что, вы просто потеряете газ фи. Нужно произвести один обмен. И, возможно, вы получите тогда airdrop. И можно это делать из-под разных аккаунтов. То есть, у вас прямо в вашем MetaMask, вот у меня есть основной аккаунт, а это мой second аккаунт. То есть, вот, прямо внутри MetaMask не обязательно переустанавливать новую сетфразу. Просто создаете второй аккаунт, он привязывает к новому эфирному кошельку. И вот я закинул на него немножко эфира и хочу свапнуть какие-то токены. Например, давайте свапнем на Basic Attention токены. Вбиваем здесь, сколько хотим свапнуть эфира. Например, 0.08. Потому что комиссия будет сразу, говорю, где-то от 0.02 до 0.03, может даже выше. Ну вот. И выбираем, что на что. То поменять. Вбиваем количество и нажимаем Get Quotes посчитать. И он как агрегатор работает. То есть, MetaMask, он как OneInch. Он ищет по разным DEX. Вот, видите, он чекает сейчас Curve. Чекает Paraswap. Чекает Total. Чекает AirSwap. Чекает OneInch. Uniswap. 0x. Финализирует. И выдает нам, по идее, лучший курс с минимальной комиссией. Бум. И он нам говорит, что на эту сумму мы можем свапнуть 293 басикотеншн токена, заплатив вот такой вот network fee. Точнее, примерно мы заплатим вот 32 доллара в кефире. Максимум мы заплатим 50 долларов в кефире. Это уже включая MetaMask комиссию. И, ну, надо понимать, что вы здесь, грубо говоря, выкидываете 50 баксов с шансом получить потом там полторы-две тысячи баксов в их токенах. Поэтому сами подумайте, сколько вы можете себе позволить такой раз сделать. Ну и все. Нажимаем Swap. И вот он нам свапает наши токены. Все. Соответственно, теперь я ничего еще раз не говорю. Дисклеймер. Возможно, этого не будет. Но если это будет, то вы теперь уже более-менее как бы становитесь легитимными к этому airdrop. Опять же, никто не знает. Может быть, надо на 500 баксов поменять. Может, на 1000. HayoZ. Может, просто поменять, как на Uniswap было. Но с чем черт не шутит, вот мы это сделали. И будем готовы к airdrop. Все. Транзакция подтверждена. Все пришло на кошелечек. Да, вот мы видим наши токены. Basic Attention. Basic Attention токены, кстати, тоже перспективная очень монета, потому что Brave Browser. Кто до сих пор не пользует Brave Browser, кто смотрит по каким-то причинам рекламу в YouTube на моих видосах, чуваки, завязывайте. Ссылка в описании. Brave Browser. Охренительный браузер, который фильтрует всю рекламу, и в нем встроенный кошелек с Basic Attention токенами. Вы можете также донатить моему каналу, если хотите. Просто у меня канал верифицированный с помощью Basic Attention токенов. Вот, вы можете задонетить. Вот, например, смотрите, я даже сам, походу, могу задонетить своему каналу. Вот, например, один Basic Attention токен. Все, спасибо. Я сам себе задонетил. Можете делать так же. Ну и что можно еще сказать? Ребята, подписывайтесь на канал. Если вам нравится криптоконтент, ставьте лайк. Стараюсь для вас. Сегодня, вот, наверное, мы так вот пробежались. Я не знаю, можно смотреть, конечно, Dash. ETC хорошо держится к биткоину. И вообще, похоже, что это медвежья ловушка, и всех наебали просто. Потому что, смотрите, все альты зеленые. И к доллару, и к биткоину. К биткоину так вообще все альты стреляют, даже на падающем рынке. Но вот сейчас немножко флет. И насчет Dash я уже не буду сотый раз повторяться. Все тоже. Прогноз не меняется. Я откупаю просадки. Просто посмотрите вот на график Poloniex. Dash к BTC. Где мы сейчас? Ну, мы просто на самом днище. То есть, ну, блядь, ну, ребят. Я извиняюсь за слово. Ну, ну, это смешно просто. Это все, что купить эфир по 100 баксов. Поэтому, не знаю. Тарю Dash по биткэшу та же самая, на самом деле, история. Биткэш для меня выглядит очень по-обыче. Несмотря на то, что это более скамовая херня, чем даже ETC и Dash. ETC это все-таки true эфир, который обязательно запампит. Вот вы видите. Dash запампит, потому что это реальная монета с юс-кейсом. А биткоин кэш просто, он стоил 0,5 битка в один прекрасный момент. Если вы знаете его историю. Его пампили до 0,5 битка. А, ну, это мы к доллару смотрим. Ну, вот, 4 тысячи долларов он стоил. Как бы, ну, просто ведра на выход ставите и все. Вот. Если честно, я даже Ripple втариваю потихонечку небольшим объемом. Потому что, ну, не верю я в скам Ripple. Мне не нравится Ripple. Ну, я думаю, что с ним будет что-то вот такое опять. Вот. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пишите в комментарии свои идеи по рынку. Что вы хотите посмотреть. В следующий раз какие монеты. И еще раз повторюсь, что... Ну, в целом, да, будьте на чеку. Потому что, возможно, более глубокая коррекция. Возможно. И даже если все развернется и начнет сыпаться, следите за альткоинами к биткоину. Еще раз вам говорю. Потому что они наверняка начнут стрелять. Что им уже падать к доллару некуда. Они будут медленнее падать к доллару. И стрелять на этом будут сильнее к биткоину. Друзья, а еще напоминаю вам, что на Bybit буквально завтра уже заканчивается регистрация на торговый турнир по эфиру, который сделали специально по нашей просьбе для нашего комьюнити. Переходите по ссылке и, имея на балансе биржи 0.1 эфира, просто нажимаете зарегистрироваться. Вот. Осталось полтора дня до конца регистрации. Призовой фонд 1.23 эфира. Но если еще три участника добавятся, призовой фонд станет полтора эфира. И так он может дойти до двух с половиной эфиров. Правила состязания простые. Торговать с 25 января по 8 февраля. Опять же, можно не торговать. Но топ-5 участников получат вот такие призы. И топ-6-10 разделят тоже вот такие призы. Поэтому, в принципе, если вы будете в первой десятке, вы получите призы в кефире. И сейчас всего 50 участников. То есть, в принципе, судя по истории, могу вам сказать, что больше половины сольются в минус. Так что, даже если вы не будете торговать, а будете в нуле, или хотя бы одну сделку в плюс сделаете, у вас уже высокий шанс на победу. У меня в прошлом эфирном турнире, в индонезийском я участвовал случайно. Там сделал всего одну сделку. ПНЛ был там буквально 2%. И я занял какое-то седьмое, что ли, место. Тоже мало народу было. И получил приз. Так что, вот, рассмотрите такой вариант и регистрируйтесь на этом турнире. Замечательная биржа Bybit. Вот. Ну, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам нравится криптоканал. С вами был Фла-Ла-Ла, он же Грини Джо. Это канал Крипто Комманс. На днях сделаю лайвстрим, поторгуем. И всем профита. Йоу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok